начнем наш вебинар сейчас время 9 часов по москве мне очень приятно видеть вас всех в столь раннее время для москвы и столь достаточно нормальное время для города кемерово необычное состояние когда я не вижу аудиторию но тем не менее я позволю себе всю ту информацию которую я приготовил вам полноценно довести и доложить и так после операционной полиорганной недостаточности это достаточно интересный феномен и вообще вот так называемые фенотипы клинические фенотипы вариантов полиорганной недостаточности это очень интересное направление по интенсивной терапии поскольку мы сами мы видим что пациенты наши чрезвычайно гетерогенные что получается что достаточно большой объем доказательных методов интенсивной терапии не работает и не потому что доказательная медицина плохая потому что существуют определенные персоны персонифицированные характеристики этих пациентов которые позволяют и вот один из направления существующее направление поведение этой категории пациентов это так называемые фенотипы то есть это определенная группа которая имеет некую общую характеристику далее она имеет примерно одинаковые механизмы эти механизмы реализуются виде критического состояния так вот это клинический фенотип после операционной полиорганной недостаточности то что собственно говоря и будет являться на сегодняшний момент темой нашей лекции конфликт интересов у меня нет и так что же у нас получается какой треугольник предполагает факт наличия факт наличие вот это полиорганной недостаточности после операции во первых самым важным наверное является то что есть потребность фирургических вмешательств она будет есть и остается она может быть и медицинская то есть это клинические показания больных надо оперировать для того чтобы им было лучше и не медицинская я сейчас коротко расскажу про что я имею второй компонент это это очень важно то что сейчас на данный момент население при всех особенностях оказания медицинской помощи все-таки получает нормальную полноценную терапию коморбидной патологии следовательно если раньше артериальной гипертензии 10-15 лет назад было важнейшей коморбидной патологии на сегодняшний момент благодаря медикаментозной подготовке в кардиологии коморбидная патология компенсируется пациентам доживают и соответственно доходит до стадии оперативного вмешательства и следовательно попадает к нам на операционный стол и третий компонент это фактор риска формирования полиорганной недостаточности вот эти три кита и формируют то самый переоперационный полиорганная недостаточность который собственно говоря мы с вами и начинаем сталкиваться актуальность есть я привожу точнее два крупных исследования потом мы с вами будем их более подробно смотреть об актуальности после операционных осложнений соответственно полиорганной недостаточности а если коротко сказать об актуальности оперативных вмешательств и хирургии вообще тот приводится вот это консенсусная конференция это журнал lancet 25 экспертов были собраны и международной группы и они показали что перспектива развития хирургической помощи будет таковы что вложение денег будет выгодно будет вложение денег выгодно в оперативные вмешательства то есть хирургия недовостребована соответственно она должна быть то востребована и кроме того важным является так скажем важным является финансовый компонент то есть вложение в хирургию будет выгодно и соответственно будут проводиться все большее количество операций и несмотря на то что сейчас имеется такой общий тренд в направлении малоинвазивных вмешательств и не менее большая хирургия никуда не денется в ближайшее время она будет оставаться кроме того особенность заключается в том что вот последний третий третий пункт на этом слайде это недополученная операция есть такое понятие недополученных операций и предполагается что значит недополученная операция то количество оперативных вмешательств которые теоретически должны быть выполнены нашим пациент так вот это недополученная операция это прежде всего страны с низким и средним доходом как раз к ним и относится к средним доходам следовательно чтобы дополучить оперативное вмешательство, будет наше здравоохранение двигаться к расширению объемов операции, частоты и так далее. А вот здесь справа, если коротко, потом в спокойной обстановке познакомитесь, о том, как рассчитывается, например, количество коронарных шунтирований на примере нашей области. Мы видим, что недополученная операция, градиент между 400 операций коронарного шунтирования и расчетом 700-750, и есть как раз то самое обоснование и актуальности операции вообще, и послеоперационные полиорганы недостаточности в частности. Исследования, частота осложнений. Есть несколько исследований, и мне очень приятно, что параллельно с исследованием Айсос, где мы также принимали участие в свое время как один из центров, исследовалось достаточно большое количество пациентов, порядка 7500, 16,8% это больные были с осложнениями в послеоперационном периоде, и достаточно большое количество, это одно и более осложнение, что, соответственно, потенциально приводило к формированию полиоргана недостаточности. А если взять соотношение между летальностью и частотой осложнений, то мы видим с вами, что сердечно-сосудистая система находится на первом месте среди вероятных причин развития послеоперационных осложнений. Мне очень приятно, уважаемые коллеги, демонстрировать в качестве одного из, ну, как скажем, обосновывающих слайдов, целесообразности заниматься этой темой, промежуточные итоги исследования СтопРиск. Это исследование многоцентровое, мы в нем тоже принимали участие, наш центр, оно было инициировано коллегами из города Краснодара, проходило оно под эгидой Федерации анестезиологов и рематологов, здесь также оценивался риск неблагоприятной исходы, здесь уже абдоминальная операция, предварительный результат, и вот доказано, что мы с вами видим график достаточно впечатляющий, мы видим, что частота послеоперационного делирия, острого респираторного дистресса, синдрома, острого повреждения почек достаточно вариабельна, она также существует, то есть мы видим конкретные цифры, соответственно, каждое из этих осложнений, теоретически, также может перейти в стадию полиорганной недостаточности, по какому механизму мы сейчас с вами коротко и будем дальше смотреть. Это наши данные 2021 года, когда мы на пациентах с кардиохирургическими операциями показали определенный набор событий и факторов, которые также могут приводить к развитию полиорганной недостаточности, работа эта началась достаточно давно, коллектив уж успел поменяться, но вот мы модифицировали эти характеристики, и увидели, что определенный набор специфических для кардиохирургии, длительность искусственного коробощения и неспецифических характеристик может приводить к определенному соотношению шансов и, соответственно, приводить к развитию полиорганной недостаточности. Эта методика используется в нашей клинике достаточно активно с целью прогнозирования. Если коротко сказать о том, как будет формироваться полиорганная недостаточность, то получается примерно так. Фон до оперативного вмешательства. В качестве фона мы можем с вами видеть генетику, естественно. Это пол, возраст и коморбитная патология. Далее у нас существуют определенные интероперационные события факторов. Естественно, полиорганная недостаточность никогда не разовьется, в случае, если у нас не произойдет что-то, а радикально изменяющее состояние пациента. Это кровопотери, это развитие шока, это ишемия и реперфузия, это длительность оперативной агрессии, и агрессия оперативного вмешательства от нее мы никуда не денемся. Дальше. Это потребность в неких дополнительных технологиях выделения реанимации, и мы формировали у пациента послеоперационную полиорганную недостаточность, как фенотип. А если его более подробно расшифровать, то можно сделать вот такие направления патогенеза. Шок с временной окклюзией сосудов при сосудистых операциях в условиях ишемии и реперфузии. Это инвазивность и агрессивность хирургического вмешательства, объем оперативных вмешательств. Это в обязательном порядке, и на это достаточно активно обращают внимание, это нацениваемая нейроэндокринно-иммунная активация, то есть вследствие хирургического стресса, того самого стресса с ЭЛИЕ, который достаточно давно уже был разработан, наблюдается активность и активация, несмотря на то, что это нейроэндокринная система, активность наблюдается, реализация системного воспалительного ответа и иммунная активация. Далее это системный воспалительный ответ, эндотелиальное повреждение, и кроме того, в этот фенотип в обязательном порядке бы я поставил бы агрессивность анестезиологического посудия и тех или иных методов проведения сердечно-технического, технологии реанимации и перфузиологии. Это достаточно важные компоненты. Например, мы проводим некие манипуляции по, допустим, искусственной вентиляции легких, сформируем некий агрессивный режим ЭВЭЛ, и это ведет к вентилятору с ассоциированным повреждением легких, соответственно, запуск тоже является пусковым фактором полиорганной недостаточности. Теперь мы, уважаемые коллеги, коротко пройдемся по тем направлениям органных повреждений, которые могут приводить к формированию полиорганной недостаточности, и на первом месте, естественно, мы будем с вами рассматривать повреждения миокарда. В силу высочайшей распространенности болезни системы кровообращения, как фон, а также в связи с тем, что существует вот такая специфическая классификация, она достаточно давно появилась. Мы с вами все отлично знаем, что у нас есть острый инфаркт миокарда в условиях ишемии миокарда, клиника повреждения миокарда, но за последнее время стали достаточно активно распространяться вот такая идея, что существует повреждение миокарда не как коронарное событие, а как некий биохимический, некий биохимический феномен, который характеризуется нарушением развития мышемии и реперфузии, и не только развития мышемии и реперфузии, и получается, что повреждение миокарда как таковое это шире, чем, собственно говоря, этот самый инфаркт миокарда. То есть инфаркт миокарда мы видим, повреждения миокарда мы, как правило, не видим, это биохимическое явление, наблюдается оно на фоне развития расстройств гемодинамики, развития нарушений ритма, гемической гипоксии, гипоксимии и так далее, и так далее. Следовательно, что это предполагает? Что пациент, который демонстрирует повреждение миокарда в ходе переоперационного периода, это пациент, у которого может наблюдаться в послеоперационном периоде, вплоть до жизнеугрожающих нарушений ритма, синдром малого сердечного выброса, и это тоже важный компонент в отсутствии инфаркта миокарда, который вносит вклад в развитие полиорганной недостаточности. Зачем? Естественно, это маскирование клиники ишемии, это ассоциация высокой степенью летальности, но кроме того, очень важным является повреждение миокарда выделять при некордиохирургических операциях. Естественно, речь идет прежде всего о них, это возможность фармакологической профилактики. И пациента можно подготовить к плановым вмешательствам, назначением препаратов так, чтобы у него не наблюдалось вот этот вот компонент переоперационного повреждения миокарда, как мы это чуть попозже с вами поговорим. Таким образом мониторировать здесь представлено, и очень интересным является, конечно же, направление, которое связано с биохимическими маркерами. Биологические маркеры вообще это такая достаточно активная идет попытка использовать биологические маркеры с целью оценки повреждения органов вообще. Почему? Потому что, когда мы с вами наблюдаем некие гемодинамические дыхательные расстройства, то, как правило, это уже следствие достаточно сложного биохимического процесса формирования органного повреждения. Естественно, тот маркер, который бы нам показывал повреждения органов до момента развития патохимических изменений, был бы очень интересен. Вот в отношении миокарда биомаркера два варианта здесь предлагается. Исследования проводились достаточно активно. Естественно, тропонин, как один из наиболее интересных характеристик повреждения миокарда, и, прежде всего, высокочувствительный тропонин, хосинсиевый тропонин, который сейчас активно позиционируется в качестве одного из характеристик биологических маркеров повреждения миокарда. И достаточно интересным перспективным маркером является, конечно же, белок, связывающий с жирной кислотой. Здесь кратко дается характеристика, каким образом он будет и может быть использован в качестве маркера. Его исследование было проведено на пациентов с острым инфарктом миокарда, с острым коронарным синдромом. Но интересным также, конечно же, является использование его в качестве маркера переоперационного повреждения миокарда. Исследования такие, я думаю, будут проводиться, и мы получим с вами достаточно быстро реагирующий биологический маркер, который можно использовать в режиме point-of-care прикроватного тестирования. Головной мозг. Здесь, уважаемые коллеги, очень интересным является послеоперационная когнитивная дисфункция и делирия как проявление синдрома повреждения нейровоскулярной единицы. В качестве одного из компонентов нейровоскулярной единицы описывается как повреждение гематоэнцефалического барьера. Мы с вами сверху вниз видим, что здесь у нас с вами повреждение. Причем это повреждение может наблюдаться в условиях ишемии, в условиях гипоксии, в условиях некой активности системно-воспалительной реакции. А дальше у нас наблюдается у нашего пациента элемент репарации. И вот эти два неразрывных процесса повреждения нейровоскулярной единицы, репарации нейровоскулярной единицы, а вы видим, да, что у нас достаточно многокомпонентов патогенеза. Один из них это повреждение гематоэнцефалического барьера, это активность протеаз, металлопротеиназ, так называемых, это специфические маркеры, которые характеризуют деградацию матрица межклеточного. Это, естественно, нейротоксичность, это активация глиальных изменений, а, соответственно, когда наблюдается процесс репарации, это ангиогенез, васскологенез, повреждение так называемых плотных контактов. Вот это все будет у нас с вами неким биохимическим, патофилологической характеристикой повреждения нейровоскулярной единицы, которая по сегодняшним, по существующим пониманиям является одной из наиболее значимых причин развития послеоперационно-когнитивной дисфункции делерия в том числе. Со стороны легких, значит, если взять под физиологию повреждения легких, то мы видим, что четыре основных компонента, здесь агрессивность первичной хирургии, коморбидная патология и трансфузионная агрессия. Если их коротко описать, то следующее направление наблюдается. Агрессивность первичной хирургии – это тканевое повреждение, прежде всего резорция из операционной раны, и все это замыкается на системно-воспалительном ответе или системно-воспалительной реакции, синдром, который соответствующим образом – это микротромбозы, нарушение системы микроциркуляции, феномен транслокации в желудочно-кишечном тракте, который соответствующим образом и реализуется дальше в виде полиорганной недостаточности. Следующая, так называемая, коморбидная патология. И вот здесь я бы выделил, уважаемые коллеги, два основных направления. Другие – это, по сути дела, формирование хронической полиорганной недостаточности у пациентов, у которых имеется коморбидная патология. То есть на фоне остроты какой-то, которую пациент будет переживать в ходе операционного стресса, мы наслаиваем хроническую фону, и второй компонент, я бы здесь выделил, это хроническое применение неких препаратов, хроническая медикация. Мы знаем, например, ну, примером является то, что хроническая медикация с ингибиторами ангиотезин, превращающихся в ферменты, бета-блокаторов, может создавать фоновое снижение артериального давления и перфузионного давления, допустим, в переоперационном периоде. И у пациентов с мультифокальным атеросклерозом, если вы выберете целевым цифры артериальное давление ниже, чем это было базисно, соответственно, гипперфузия вызывает формирование нарушения кровообращения витальных показателей, нарушение микроцинкуляции, в окончательном варианте это приведет к развитию полиорганной недостаточности. Вот это, допустим, является пример. Кроме того, очень интересным является так называемая компенсаторная возможность повреждения органов. То есть, если пациент уже исходно имеет проблемы в виде хронической сердечной недостаточности, низкой фракции выброса, например, то некие тяжелые события и факторы, ведущие, допустим, к кишемии миокарда, с повреждением миокарда, могут сподвигнуть этого пациента к формированию синдрома, например, малого сердечного выброса. И, наконец, трансфузионная реакция. Это очень важный компонент, который я бы остановился только на одном. Естественно, трансфузионное повреждение легких, трансфузионная перегрузка, это все понятно, да, это плохо, но интересным является то, что за последнее время трансфузию рассматривается как некий триггер формирования полиорганной недостаточности нашего пациента и, соответственно, те биологические молекулы, которые находятся в трансфузионной среде, они, собственно говоря, трансфузионную, значит, формируют системный воспалительный ответ и, соответственно, формируют систему спалительную реакцию и как следствие полиорганную недостаточности. В качестве одного из вариантов классификационных характеристик легочных послеоперационных осложнений это формирование фенотипа легочных послеоперационных осложнений, которые составляют из определенного композитного диагноза, это 4 основных характеристики их, и, соответственно, вы можете использовать тяжесть легочных послеоперационных осложнений для того, чтобы описывать ваших пациентов и описывать полиорганную недостаточность и дыхательную недостаточность в качестве компонента полка. Почки. Здесь, в принципе, достаточно понятная схема под физиологией. Мы видим с вами, что существует параренальная, по сути, по большому счету, это параренальная, аренальная и постаренальная виды почечного повреждения. Если в качестве, вероятно, всего одной из ведущих причин к развитию параренального почечного повреждения, это гипоперфузия разнообразного варианта, здесь очень интересно является то, что мы, как правило, недоучитываем венозную гипертензию, внутрибышная гипертензия, которая нарушает венозное кровообращение, соответственно, ведет к формированию острого почечного повреждения. Естественно, это элементы нефротоксичности, разнообразные препараты, которые достаточно активно сейчас используются. Ну и если это сплево, а если справа посмотреть, то одним из ведущих повреждений, воздействующих в том числе на клубочке системы канальцев, это, конечно, воздействие в медиаторах системного воспалительного ответа, это эндотелиальное повреждение, нарушение микроциркуляции. Как видите, схема патогенеза, в принципе, примерно одинакова во всех органах, которые вывлекаются полиорганной недостаточности. Ну и в отношении того, зачем нам нужны биологические маркеры, здесь я привожу пример попытки использования биологических молекул в качестве характеристик почечного повреждения. Вот как раз составляет в том, что в случае, если мы посмотрим с вами, у нас есть некие, так называемое, субклиническое почечное повреждение, и если мы используем классические с вами характеристики, маркеры в виде креатинина, темпа диуреза и так далее, то наиболее интересным является использование биологических маркеров в условиях субклинической остроповреждения почек, когда, собственно говоря, не сформировались изменения креатинина, темпа диуреза и так далее. Желудочно-кишечный тракт. Из функций желудочно-кишечного тракта надо признать, что в случае, если вы посмотрите сейчас определение, что же это такое, существует достаточно большое количество определений, что же, как понимать и что понимают авторы под самим этим повреждением желудочно-кишечного тракта. Здесь приводится один из вариантов. Патфизиология достаточно простая. Это потеря целостности слоя клеток энтероцитов, либо индукция апоптоза, либо микроз, либо слущивание клеток. Вот здесь слева дается характеристика того, как выглядят энтероциты. Соответственно, если мы с вами пойдем, вот это базис ворсинки, если мы пойдем с вами с просвета, с внешней стенки кишки, в просветную кишку, мы видим, что у нас с вами, если двигаться здесь, вот так, если двигаться, то вот снизу вверх по рисунку есть незрелые энтероциты. Энтероциты, они характеризуются своей миграцией, проферацией и наибольшей потребностью в кислороде. Здесь средняя потребность в кислороде, активно функционирующие энтероциты, и вот здесь находятся энтероциты в апоптозе. Соответственно, что наблюдается в условиях повреждения ворсинки вследствие любых причин? Ишемия, реперфузия, системный воспалительный ответ и так далее, и так далее. У нас вот этот красный компонент, где наблюдается апоптоз, слущивание, смещается в сторону базиса ворсинки. Тем самым, максимальное количество энтероцитов будут находиться в условиях апоптозы некроза. Ворсинка слущивается из-за разнообразных совершенно проблем, что формируется, соответственно, усиление парацеллюлярной проницаемости. Раз, здесь существуют между клетками энтероцитов так называемые плотные контакты. Смывается слой слизи, снижается активность иммунной системы ворсинки. В окончательном варианте формируется вот это вот самое последнее. Это транслокационный феномен, который транслокация флоры, которая запускает вот тот самый знаменитый желудочно-кишечный тракт, как мотор полиорганной недостаточности в переоперационном периоде, при условии, если даже у пациента не наблюдалось воздействие на желудочно-кишечный тракт в ходе оперативного вмешательства. Очень важно, уважаемые коллеги, здесь, конечно же, не забывать, что больного оперируют. И, следовательно, вот операционная агрессия – это, собственно говоря, один из важнейших факторов повреждения естественных защитных барьеров и реализации так называемых индукторов системного воспалительного ответа. Если коротко посмотреть, что вследствие определенного воздействия на ткани, которые хирурги разрезают, выброс химокинов, резидентные макрофаги, фактор некрозоопухоли, эндотелиальное повреждение, активация тромбоцитов, то, соответственно, дальше у нас формируется, с вами, уважаемые коллеги, стерильная системно-оспалительная реакция. То есть системно-оспалительная реакция, которая не имеет в своей основе первичного бактериального либо какого-то другого вирусного воздействия. Следовательно, важным является то, что операционная агрессия должна быть максимально снижена в случае, если это возможно, и в случае, если такая возможность существует у наших коллег-хирургов. Ну и кроме того, очень важным является, конечно, сопряжение нейроэндокринных и иммунологических ответов. Это коротко я вам сказал, что нейроэндокринная система может впускать системную воспалительную реакцию. Она активно ее регулирует через определенное соотношение симпатикуса и вагуса. Цитокины могут воздействовать, опять же, нейроэндокринную реакцию, соответственно, могут стимулировать выброс гормонов стресса, например, и следовать на любые варианты, которые ограничивают системно-оспалительную реакцию, в том числе адекватное анасологическое пособие. Вот поэтому нейроэндокринному и иммунологическому сопряжению может позволить нивелировать, либо каким-то образом уменьшить, облегчить системную воспалительную реакцию нашего оперированного нами пациента. И прошу прощения за интенсивную патфизиологию, но без нее не обойтись. Что в окончательном варианте получается? У нас существует с вами, у нашего пациента, некие источники. Источники так называемых ассоциированных с повреждением молекул. Они разделяются на два типа. Это так называемые экзогенные ассоциированные с повреждением молекулярные паттерны. Ведущим паттерном здесь, конечно же, коллеги, вы все его знаете, это является липополисхарик. Откуда он берется? В случае, если пациент первично стерилен, то есть мы оперируем в плановом порядке. А вот откуда? То есть если посмотреть, здесь вот у нас будет характеристика паттернов, а здесь у нас будет характеристика источников, откуда они берутся. Все понятно? Все логично. Желудочно-кишечный тракт. Напоминаем то, что у нас с вами только что было в отношении повреждения желудочно-кишечного тракта, как мотора полиорганной недостаточности. Несонированные очаги инфекции, стоматология, предстательная железа, гинекология у женщин, очаги хронической инфекции, которые должны быть сонированы. Но в ситуации, когда пациент находится на грани ишемического реперфузионного повреждения, они в обязательном порядке вносят вклад, в том числе с позиции экзогенных, ассоциированных с повреждениях молекулярных паттернов. Кроме того, естественно, здесь очень важным является то, что мы в ряде ситуаций оперируем на инфицированном органе. Я, наверное, не буду приводить здесь, допустим, примеры в качестве, ну, допустим, примеры полиорганной недостаточности у пациентов с абонеминальным, с эпицемом и так далее. Могу привести пример оперативных вмешательств, допустим, при инфекционном эндокардите. То есть первично сонированный, не сонированный человек, а холодный период инфекционного эндокардита в условиях, когда производится оперативное вмешательство, и в случае, если не существует не сформированная адекватная антибиотикотерапия, у пациента это является источником липополисахаридов, соответственно, индукторов системно-осмотрительного ответа. И ниже, соответственно, указано, уважаемые коллеги, вот это. Это эндогенные ассоциированные с повреждением молекулярные паттерны, или алармины, они по-другому называются. Ну вот здесь ишемия, реперфузия, агрессивное вмешательство, это все является источником аларминов. Чем тяжелее первичное вмешательство, чем выше несбалансированная гомеостаз у пациента, тем чем тяжелее развитие больного ишемии и реперфузии, тем хуже и тяжелее, и серьезнее будет воздействие на нашего пациента в ходе, в послеоперационном периоде этих самых аларминов. К примеру, вы здесь видите все. Продукты клеточной гибели, белки теплового шока, белок истомит, и хондриальная ДНК, так называемая, за вне клеточная ДНК и так далее, и так далее. Следовательно, пациент у нас находится в условиях капитальной радикальной агрессии этих аларминов. И что дальше получается? Дальше получается довольно интересный паттергенез, который очень похож на то, что мы наблюдаем у пациентов с сепсисом. Мы видим, что у нас есть макроорганизм. И что вообще делать с этим макроорганизмом? Нам нужно с вами внимательно смотреть до проведения оперативного вмешательства. Раз. Это система патоген-хозяин или ткань-хозяин. И именно для переоперационной полиорганной недостаточности важно является, конечно, вот это. Это ткань-хозяин. Ткань я назвал это так образно, естественно, потому что ткани, она не агрессивна. Но воздействие и ответ на агрессивное хирургическое воздействие в отношении ткани, как раз, собственно говоря, и запускает. А патоген-хозяин в случае, если у нас там существует некий микроб. Операционная рана, тканевое повреждение и микроорганизмы, если они у нас есть. Реакция через паттерн распознающий рецепторы. Ну и классическая схема Сирсказ. То есть избыточное воспаление и противовоспалительный ответ. И непонятно, на самом деле, уважаемые коллеги, что же хуже. И избыточное воспаление, либо противовоспалительный ответ, который реализуется вот через эти достаточно сложные схемы патогенеза. И что нам необходимо? Нам необходимо, чтобы вот эта вся схема нами была сбалансирована и находилась в балансе в течение всего переоперационного периода. Причем специфической особенностью, я считаю, что это очень хорошая особенность формирования, если так можно сказать, переоперационной полиорганной недостаточности же является, конечно же, возможность профилактики. И профилактики в дооперационном периоде. Это очень важно. Потому что экстренную операцию вы не отметите. Ну, плановую операцию вы можете перенести, вы можете обеспечить пациента подготовкой и так далее. Вы можете выбрать каким-либо образом некие факторы стратегии профилактики, на которых мы сейчас остановимся. Это очень важно. Если коротко сказать, стратегия профилактики у нас с вами следующая. Пережде всего, это создание оптимального соотношения агрессии, хирургии, защиты анестезиологического посудия. Я бы называл его следующим образом. Это называется искусство анестезиологического обеспечения. Мы с вами видим, что анестезиолог, коллеги, не реаниматолог, с полиорганной недостаточностью, как правило, борется реанимация. А вы понимаете, что здесь искусство анестезиолога, человека, который ходит в операционную и считает, что анестезиологическое пособие на самом деле к полиорганной недостаточности не относится. А нет, коллеги, уважаемые, относится еще как оперативная активность, уменьшить по возможности агрессивность хирургической активности, анасологическое обеспечение, мониторинг дополнительных методов поддержки и скоррегировать ситуацию с пациентом, коррекцию коморбидности и учет возраста, генетики, основной патологии, коморбидной патологии. Зачем нужно нивелировать операционную агрессию? Малая инвазивность, вот с позиции обоснования того слайда, о котором мы с вами уже разговаривали, это основное обоснование с позиции снижения тканевого повреждения. Мы должны с вами нивелировать проявление стерильной системно-оспалительной реакции, и, соответственно, если хирурги предпочтут варианты эндоскопического оперативного вмешательства, если они предпочтут варианты неких эндоваскулярных методов по сравнению с открытой хирургией, это будет благо для пациента, потому что вот этот компонент сразу же блокируется, его не будет. И поэтому нам значительно проще лечить нашего пациента в послеоперационном периоде и контролировать его полиорганную недостаточность. Следующим является острое повреждение почек. Я коротко пройдусь по тем направлениям, которые есть, почему? Потому что отдельно существуют лекции, их достаточно много, и в том числе и в нашей клинике, и в других клиниках. Гемодинамические показатели, целевой уровень среднего артериального давления, причем целевой уровень будет выше при наличии хронической артериальной гипертензии. То есть вы должны понимать, что целевой уровень артериального давления в переоперационном периоде, особенно в послеоперационном периоде, должен в обязательном порядке учитывать. С учетом того, что пациент при наличии артериальной гипертензии перестраивается и перестраивает свою ауторегуляцию, его гемодинамики, соответствующим образом, давление 120 на 8, если это будут все пациенты в послеоперационном периоде, в ряде ситуаций это будет настоящая гипоперфузия. Особенно это важно для больных с коморбидной патологией, потому что они получают достаточно серьезную медикацию, связанную с их артериальной гипертензией. Естественно, это адекватная доставка кислорода, избегать гипопулемии и максимальный отказ от нефротоксичных веществ и препаратов. Очень важным, уважаемые коллеги, является целенаправленное применение стратегии профилактики острого почечного повреждения, по сути дела, это 72 часа в ближайший послеоперационный период. То есть тогда, когда коррекция причин может быть наиболее эффективной и острое повреждение почек является потенциально обратимым. Почему на это мы внимание обращаем? Я не стал здесь приводить эту характеристику, но считается, что чем дольше длится острое почечное повреждение, тем больше выключается и погибает нефронов из общего пула нефронов. Соответственно, пациент у нас из массива острого повреждения почек может сдвинуться в массив хронической болезни почек. То есть на данный момент вы пациента выведете из острого повреждения почек на интероперационный, в послеоперационный период. Но если будет движение после 72 часов, пациент через какое-то время... Почему сейчас очень активно идут исследования по выявлению факторов риска, точнее так, как острое повреждение почек является ли оно фактором риска для развития дисфункции почек, хронической болезни почек в отдаленном послеоперационном периоде. То есть 30 дней, 90 дней и так далее, так называемая 90-дневная фуллапа, потому что считается, что все то, что наблюдается у нас в операционном, в обязательном порядке влияет на дальнейшие отдаленные прогнозы и последствия у этих пациентов. Поэтому, уважаемые коллеги, для нас очень важно является именно на проведение методов терапии вовремя и тогда, когда это будет показано. Со стороны желудочно-кишечного тракта. Я, пожалуй, из всего того, что здесь есть, я бы поставил и сделал акценты вот на этом. Это возобновление натурального пути введения нутриентов, возможность использования разнообразных формаконутриентов и восстановления микросиркуляции. Это важнейший компонент, который позволяет нам с вами восстановить функцию желудочно-кишечного тракта путем реализации трофической функции ЖКТ. Вот это притча во языцах, потому что я думаю, что на большом количестве разнообразных семинаров по нутритивной поддержке вы это все слышали. Почему мы, адепты ранней нутритивной поддержки, это реально имеется в виду, так говорим. Вот поэтому с этой позиции и говорим. Потому что в случае, если заработает нормальный желудочно-кишечный тракт, то как минимум один из компонентов полиорганной недостаточности – это знаменитый мотор. Вы его изымите, и, соответственно, с этой позиции все будет у вас нормально, и пациент будет нормально чувствовать, и этот компонент под физиологией из полиорганной недостаточности уйдет. Гемодинамические показатели наиболее значимые, наиболее, видимо, значимая характеристика. Почему? Потому что если острое почечное повреждение, если желудочно-кишечный тракт – это будет потом, это не будет сразу. То если пропустить ситуацию с миокардом, если допустить неадекватное соотношение доставки и потребление кислородом, то пациент просто останется на операционном столе или получит такие фатальные изменения в виде синдрома малого сердечного выборства, что в послеоперационном периоде это будет самый мощнейший пусковой момент формирования полиорганной недостаточности. Это достаточно простая схема, она придумана была в 90-м году, когда вот этот островок безопасности, который зависит определенным значением частоты сердечных сокращений и среднего артериального давления, оптимальная гемодинамика в этом, если она будет у вас сохраняться наиболее удачным вариантом гемодинамической поддержки полноценного функционирования миокарпа. Немаловажным компонентом. Я понимаю, что сейчас идут очень активные бури в отношении доказательной медицины, в отношении вот этого знаменитого феномена прекондиционирования, который был открыт этим человеком в свое время. Он был открыт, сначала он был механистический, потом подтверждено было, что существуют фармакологические варианты прекондиционирования, существуют все понятные абсолютно механизмы реализации вот этой большой поры митохондрии, которая либо открывается, либо закрывается. Было доказано, что в ингаляционной анестетике позволяют. Так вот, в отношении феномена прекондиционирования, выбора соответствующим образом фармакологических препаратов, ну естественно, прежде всего, дифференциальный выбор, дифференцированный выбор либо ингаляционных анестетиков, либо внутривенных анестетиков, в этом плане идет активная борьба достаточно. Так вот, вероятнее всего здесь, в ходе дальнейших исследований, потому что вот в ходе дальнейших исследований нам необходимо обеспечить дифференцированный выбор анестетиков для определенной ниши пациентов. Не для всех пациентов, например, которые имеют ишемическую болезнь сердца, а реализуется, вероятнее всего, феномен фармакологического прекондиционирования, допустим, для ингаляционных анестетиков, если это не кардиохирургическая операция. Если это, допустим, обеспечение ингаляционной седации в послеоперационном периоде, тогда выраженность феномена прекондиционирования будет максимальная. То есть, судя по всему, эта ниша, ниша пациентов должна быть определена, и тогда феномен прекондиционирования будет очень мощным компонентом профилактики микрадиального повреждения, соответственно, профилактики послеоперационной полиорганной недостаточности. И очень важным и интересным, конечно же, является то, что на сегодняшний момент накапливаются сведения о том, что анестетики, кетамин, недозолам, пропофол, дексмедиатомидин, ингаляционные анестетики, они влияют на системный воспалительный ответ, благодаря их так называемому демодулирующему свойству. Здесь все представлено. Естественно, вы не увидите это в практической деятельности, то есть, введя, допустим, кетамин, вы блокируете системный воспалительный ответ. Ни в коем случае такого не будет, но в сочетании с разнообразными стратегиями профилактики, обоснование профилактики системного воспалительного ответа с привлечением конкретных медикаментов, анестетиков, может быть одним из перспективных направлений в отношении профилактики полиоргана недостаточности и повреждения миокарда какого вообще. Ну и отдельно по препаратам, которые мы используем, статины, это действительно блокадеры системного воспалительного ответа. Они, единственная деталь, это заранее назначение, не отменять, сохранять прием. И при длительном приеме наиболее интересным является реализация их эффектов противовоспалительного. То есть, это влияние на так называемое субклиническое воспаление, что достаточно активно пропагандируют наши коллеги-кардиологи. Далее, бета-блокаторы, естественно, это одни из ведущих препаратов для профилактики миокардиального повреждения. Кальциевые синситазеры, ниши для этих пациентов это низкие сердечные, это снижение, это систолическая и частично дистолическая дисфункция миокарда в условиях, если имеется, допустим, ишемическая болезнь сердца. И, соответствующим образом, они позволяют протектировать миокард, описаны такие явления. Это, естественно, альфа-2 адренергические агонисты, я здесь имею в виду Декс-Медит и Меден. Они позволяют обеспечивать кардиопротективный эффект за счет скондиционирования миокарда. Это доказано, причем это доказано достаточно активно и в экспериментальных условиях, например, доказано нашей группой. И то, что кондиционирующий эффект имеется. Естественно, попытки использования экзогенного фосфокреатина как запасного источника энергии миокардиоцитов и, соответственно, любых высокоэнергетических клеток. Ну и очень интересным является то, что, здесь у нас слайд, альфа-2 адренергические агонисты на сегодняшний момент, это одни из ведущих препаратов, в отношении которых описана возможность профилактики послеоперационной когнитивной дисфункции и делирия в послеоперационном периоде. Соответствующим образом описаны экспериментальные работы, которые связывают Декс-Медит и Меден со стабилизацией ДР-воскулярной единицы. Со недостатком времени я не буду это демонстрировать, но, тем не менее, такие работы имеются. Ну и в отношении головного мозга, естественно, это церебрально-перфузионное давление. Нам нужно сохранять ауторегуляцию. И интересным является вот четвертый пункт. Это то, что в случае, если пациент будет демонстрировать в предоперационном периоде, в ходе тестирования у когнитивных функций, вероятность развития послеоперационной когнитивной дисфункции, то очень интересным является вот это направление, это когнитивная реабилитация и преабилитация. То есть преабилитация – это подготовка пациента к анестезиологической агрессии и операционной агрессии к проведению специфических тестов. И это является достаточно интересным в отношении профилактики повреждения головного мозга. Уважаемые коллеги, все стратегии здесь вам представлены, патогенез вам описан, уважаемые коллеги. Естественно, нужно понимать, что реализация полиорганной недостаточности, она не бывает просто одним фактором. Это большое количество того, что я привел. Я вам хотел сделать здесь кейс, но, к сожалению, не успел, но, тем не менее, только что разбиралось. Вот реализация полиорганной недостаточности довольно тяжелого пациента с мультифокальным атеросклерозом в послеоперационном периоде. Мультифокальный атеросклероз, возраст, мультифокальный атеросклероз. Пациенту проводилась неоднократная стентирующая процедура на бассейнах брахиоцефальных и коронарных. В ближайшее время мы установили стендграф. В послеоперационном периоде присоединилось явление почечного повреждения, наблюдаемое на фоне неадекватной хронической медикации в общем выделении. Через какое-то время пациент с декомпенсацией поступает в выделение анимации. Там он реализует всю полиорганную недостаточность, какая должна быть после планового оперативного вмешательства. Если раскрутить это обратно, с учетом мультифокального атеросклероза, с учетом более высоких целевых цифр артериального давления, с учетом необходимости более подробного наблюдения за этим пациентом, полиорганная недостаточность является прогнозируемая раз и профилактируемая два. Вот что обидно и вот что является основой для нашего с вами уважаемого коллеги активной работы. Все, спасибо большое за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы.